МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Во Дворце культуры ВИДНОЕ состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику труда Подмосковья. Мы ценим труд каждого, кто добросовестно и с глубоким знанием дела вносит свой личный вклад в развитие региона и страны. В рамках месячника благоустройства в Ленинском округе прошел субботник у памятника Ленину. Знаковое для нашего округа место, в честь которого и назван наш округ, здесь Шагающий Ленин. В ВИДНОВской детской школе искусств провели финал 14-го открытого фестиваля конкурса художественного слова «Зубовские чтения». Чтобы сказать все слова России, мне будет мало всей жизни моей. Начиная с 2007 года в Московской области отмечается праздник труда Подмосковья. Это еще один повод сказать огромное спасибо трудовым династиям и ветеранам, молодым специалистам и передовикам производства. Накануне праздника во Дворце культуры ВИДНОЕ состоялось торжественное мероприятие. Уважаемые ветераны, мы выражаем вам благодарность за ваш неоценимый труд, за ваши золотые руки. Много теплых слов прозвучало в этот день в адрес тех, кто своим ежедневным кропотливым трудом формирует достижения области и способствует экономическому процветанию региона. Для тружеников всегда важно и моральное, и материальное поощрение. Это говорит о том, что человек не зря трудился, не зря работал, что его труд, он нашел отклик в сердцах властей. Поэтому я думаю, для работников это является огромным плюсом, что они имеют возможность быть отмеченными на высоком уровне. Многие выступающие подчеркивали, что именно сейчас, когда экономика России начала ориентироваться на импортозамещение, роль трудовых коллективов стала особо значимой. Сегодня Московская область является одним из локомотивов развития и восстановления нашего суверенитета, нашей экономической мощи. И поэтому мы в Московской областной думе вместе с правительством делаем много шагов, но я думаю, что все недостаточно, для того, чтобы поднимать и зарплаты, поднимать и наше производство. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова зачитала собравшимся поздравительный адрес губернатора Подмосковья. Мы ценим труд каждого, кто добросовестно и с глубоким знанием дела вносит свой личный вклад в развитие региона и страны. Желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, добра и благополучия. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. На мероприятии перед векам производства, молодым специалистам и ветеранам труда были вручены награды Московской областной думы, Ленинского городского округа, Совета депутатов и профсоюзной организации. Мы, между прочим, Ленинский район были первой ласточкой, которые заключили первые трехсторонние соглашения между администрацией, руководителями предприятия и профсоюзами. И также мы были первой ласточкой и двухстороннего соглашения. А двухстороннее соглашение – это тоже Ленинский райком профсоюза работников госучреждения и руководителями, входящими в наш профсоюз. Завершилось торжественное мероприятие концертной программой. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В продолжение темы. Люди труда – гордость нашей страны, рабочие и строители, инженеры и учителя, врачи и коммунальщики. Каждый, кто знает и любит свое дело, достоин звания великого труженика. В нашем сюжете мы расскажем о видновчанах, которыми может гордиться Ленинский городской округ. Помните, как герой Андрея Мехкова в фильме «Ирония судьбы» говорил? «Мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо». Таково предназначение хирургов. Марина Кострюкова радуется каждому случаю, когда ее маленькие пациенты выздоравливают, благодаря ее знаниям, опыту и доброму отношению. «Я – счастливый человек», говорит Марина Анатольевна. Я люблю свою работу. Я утром просыпаюсь, с удовольствием иду на работу. Люблю людей, которые меня окружают. Люблю погоду, которая каждый день. Все люблю. И мне нравится настроение, мне нравится общение с людьми, мне нравятся мои маленькие пациенты, мне нравится им помогать. Почти четверть века назад Дмитрий Греков пришел работать на московский коксогазовый завод. Сегодня его уверенно можно назвать мастером своего дела. Дверевой, машинист коксовых печей, за плечами долгие годы труда. Последние несколько лет Дмитрий Владимирович осваивает новую специальность – газовщик коксовых печей, подходя к работе творчески и даже философски. Батареи коксовые – это живой организм. То есть он дышит, надо как-то где-то думать, что-то сделать. Учусь, еще пока пять месяцев, поэтому я еще много его не знаю. Но за 24 года, которые я здесь, до газовщика, я это все дело как бы видел, а сейчас я это руками трогаю своими. Анна Евстропова обожает читать книги, потому и работу выбрала в библиотеке. Фантастика, приключения, детективы, сказки сама зачитывается и школьников умеет заинтересовать. На переменках у нее многолюдно, а библиоуроки проводят не только для учеников девятой школы, но и для школьников всего округа. Я люблю, когда дети приходят ко мне на перемену. У нас проходят всяческие мероприятия. Викторина, квесты играем. Дети приходят, играют здесь в шахматы на переменах. Здесь всегда присутствуют дети. И это интересно. И ты радуешься тогда, когда ты проводишь библиотечный урок, и у детей горят глаза. Владимир Петухов родился, вырос и всю жизнь трудится в Видном. 40 лет отработал водителем, а выйдя на пенсию, решил сменить род занятий. Сегодня он сотрудник МБУ благоустройства. В общем, властелин чистоты. Метла в его руках, как волшебная палочка. Раз и порядок. Работу свою Владимир Николаевич очень любит. Конечно, я люблю. А если бы не любил, то бы не работал. На свежем воздухе, зимой с лопаткой, намахаешься, и никакой нижней физкультуры. Народ ходит, некоторые спасибо говорят, некоторые так проходят просто мимо. Народ благодарит. Его уроки – это не просто знакомство с классикой Пушкиным, Чеховым, Достоевским. Это разговор о жизни и ее сущности. Учитель русского языка и литературы Владимир Лихварь за годы работы в школе стал проводником во взрослую жизнь для сотен ребят. Вскармливание в человеке и его человечности, напитывание интеллектуальной и нравственной пищей – такие принципы образования и воспитания присущи Владимиру Владимировичу. Мне очень близка фраза апостола Павла из его послания, где он про учителя говорит, если учитель, пребывай в учении. То есть учитель – это человек, который сам постоянно, беспрестанно учится. Неспроста говорят, человек трудом велик. Любить свою профессию, не жалеть для общего большого дела ни времени, ни сил, быть преданным своей работе – вот что отличает мастеров своего дела. Любой ли труд сейчас в почете у нас? Конечно, конечно, любой. И к нему нужно относиться по-человечески, с совестью. Мне бы хотелось, чтобы рабочая профессия продолжала оставаться, быть почетной. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. В рамках месячника благоустройства в Ленинском округе прошел очередной субботник. На этот раз от мусора очистили территорию возле памятника Владимиру Ленину, который находится у Каширского шоссе. Подробнее в репортаже Юлия Погосян. Не только парки, леса и скверы попадают в поле зрения активистов, которые на протяжении всего апреля наводят чистоту на территории Ленинского городского округа. На днях представители партии «Единая Россия» вышли на субботник, чтобы благоустроить памятник Владимиру Ленину. Знаковое для нашего округа место, в честь которого и назван наш округ. Здесь «Шагающий Ленин». Памятник стоит на федеральной территории. Собственно говоря, мы очень часто здесь появляемся, занимаемся уборкой территории, привлекаем к этому подрастающее поколение. Они должны в том числе и знать нашу историю. И всем диванным критикам я бы сказал, что как раз вот эти все нехорошие майданные истории, они всегда начинались, наоборот, со сноса памятнику. Здесь же, наоборот, я считаю, что памятники – это наша история, которую нужно знать и чтить. Вообще на территории отдела Горки Ленинский чистоте памятных объектов уделяется особое внимание. Так, первоочередные субботники уже прошли в деревне Горки на Аллее Героев и вокруг мемориала погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Зачастую инициаторами уборки выступают сами жители. У нас есть активные люди, которые даже сами предлагают какие-либо территории убрать, и предлагают привезти туда контейнер, поставить, чтобы они сами пособирали. Вот, например, вчера звонил микрорайон Заречный, приезжайте или дайте нам контейнер, мы соберем. И они выходят, они убирают. У нас с ними налажен контакт вообще в каждом населенном пункте и проводятся, конечно, такие работы по благоустройству весенние. А Большой окружной субботник состоится завтра, 22 апреля, сразу на 16 площадках. Центральными локациями в этом году станут Тарычевский пруд и набережная реки Купеленки. Юлия Погостьян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Если у жителей поселка Володарского возникают проблемы с использованием приложения Мособл-Еирц, то они могут воспользоваться услугами мобильного офиса. О работе передвижного пункта расскажет Дмитрий Книга. На территории Подмосковья, где нет стационарных офисов Мособл-Еирц, для оказания услуг населению используют мобильное. Один из таких передвижных пунктов на колесах на днях работал в поселке Володарского. Как правило, специалист выезжает в эту точку раз в месяц. График составляется нашим руководителям. Он составляет график на месяц, выдает его. Этот график выставляется на сайте Мособл-Еирц. Также о графике можно узнать по телефону контакт-центра Мособл-Еирц. То есть люди могут позвонить и узнать, когда в их поселении будет мобильный офис. Жители уже привыкли к такой регулярности и приходят сюда передать показания приборов учета, оплатить счета, проконсультироваться по тем или иным проблемам. Чаще всего мобильные офисы посещают пожилые люди. Пообщавшись со специалистом, всегда можно решить свой вопрос. Кто не дружит с компьютером, да, у кого телефоны еще кнопочные. Конечно, это удобно. Во-первых, и оплатить можно. Пришел, оплатил. Местные жители узнают о времени работы офиса из социальных сетей территориального отдела. У нас есть приложение в поселке Володарский. Территориальный отдел нам постоянно туда кидает объявление. И вот я узнала сегодня, что сегодня будет опять здесь представителям МОСОБЛ ЕИРЦ. Очень удобно сверить какие-то показания или передать показания. Я вот передаю их за себя и за маму. В следующий раз сотрудники МОСОБЛ ЕИРЦ посетят поселок Володарского уже в мае. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновской детской школе искусств прошел финал 14-го открытого фестиваля конкурса художественного слова «Зубовские чтения». В этом году в нем приняли участие более 200 чецов из 11 муниципальных образований Подмосковья. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Борисова. Эти холмы словно волны морей. Чтобы сказать все слова о России, мне будет мало всей жизни моей. Самая первая литературная премия Подмосковья, ставшей уже традиционным, фестиваль-конкурс «Зубовские чтения» проходит в Ленинском городском округе уже в 14-й раз. За это время в ней приняли участие более 3000 чтецов со всей Московской области. А с этого года мероприятие официально стало всероссийским. Уникальность этого фестиваля в том, что наши участники читают стихи поэтов Подмосковья. Хочу всем пожелать удачи нашему замечательному жюри. Ребята, вам творческих успехов. В этом году более 200 чтецов из 11 округов Московской области и Москвы продемонстрировали свои таланты и любовь к поэзии перед строгим жюри. И лишь 43 из них смогли дойти до финала. Я истину запомнила простую. Война – это зазвучие рваных ран и жизнь, что никогда не дрессуют. Строгому жюри пришлось нелегко, ведь многие конкурсанты достойно подготовились к выступлению на сцене. Важно то, как человек, читающий стихи, как он умеет донести смысл произведения до слушателей. Смысл, настроение, интонацию – это основное, на что мы будем обращать внимание. Важны и какие произведения, о чем они, как они соответствуют нашему времени, истории нашей страны. В этом году у нас концертная часть будет посвящена Дню Победы и специальной военной операции. И, естественно, будет специальная номинация, которая посвящена патриотическому воспитанию. Из 43 финалистов – 33 жители Ленинского городского округа. В основном это воспитанники актерских студий и литературных объединений. Они поделились с нами своими секретами успеха. В этом году победители традиционно выбирали в четырех возрастных номинациях, отметили и наставников лучших чтецов. Были и специальные призы зрительских симпатий. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.